здравствуйте в эфире современный разговор с директором центра исследования южного кавказа экспертом дискуссионного клуба валдай фархадом моментовым рад вас приветствовать у себя на канале фархад здравствуйте спасибо за приглашение у нас запись эфира происходит 12 декабря сегодня 20 лет как азербайджан без гейдара алиева и мы видим что то что было им заложено мы в этом году три года назад и вообще притворяется в жизнь чтобы мы могли сказать по этому поводу да сегодня день памяти гейдара алиева национального лидера азербайджанского народа и очень символично что к примеру несколько дней тому назад премьер-министр армении когда говорил о взаимоотношениях с азербайджаном о карабахе он вспоминал четыре резолюции сайта безопасности и лиссабонский саммит а ведь это все есть наследие гейдара алиева особенно лиссабонский саммит где фактически была проделана огромная дипломатическая работа это при отсутствии должных ресурсов у азербайджана однако вот та мировая даже можно сказать конъюнктура которая складывалась была умело использована национальным лидером когда это была такая изменчивая ситуация то азербайджан становился государством которое вектирует значит итоговый документ то армения оставалась в одиночестве и это было первый раз когда был нарушен консенсус так называемых великих держав которые потом в течение вот длительного периода времени занимались переговорным процессом в рамках минска группа бс е вот был нарушен этот консенсус когда по теме карабаха и пашнял это признал что были ли сформированы рамки понимание того что тема карабаха вне пределов территориальной целостности азербайджана решиться не может сожалению потом почти различные интерпретации так далее но все что заложено было тогда именно при гидароливе успешно развивалась и впоследствии и те принятые документы те рамки которые были очерчены они были неизменными и позволяли руководству азербайджанов последующим вот использовать эти рамки и не идти на иные варианты решения вопрос а так конечно двадцатилетие вот и президентство азербайджановской республики это под к определенные итоги вот этой деятельности а также успешного реализации у технишь внешнеполитических каритетов которые были заложены в периоде до галиева они привели к тому что сегодня в азербайджане полное распространение суверенитета над оккупированными территориями это признают уже всем в азербайджане это признают и вне пределов азербайджана вот принципе основные элементы которые хотели бы хотел бы затронуть когда вспоминаем еда галиева вот по этой теме я хотел бы только уточнить я очень извиняюсь надо освобожденными некогда оккупированными фархат вы указали никола пашиняна несколько дней назад 7 февраля и под вечер мы узнали что азербайджан и армения достигли согласия об обмене военнослужащими которые были арестованы осуждены вот и там это уже многим воспринимается как шаг очередной шаг к мирному договору даже есть не к мирному договору к миру и к взаимопониманию между баку и реваном в том числе были достигнуты некоторые дипломатические договоренности и объявлено вот в том числе что уже официально следующая 29 конференция участников рамочной конвенции он по изменению климата пройдет в азербайджане 2024 году как вы оцениваете вот это между двумя сторонами договоренность и несмотря на то что пашинян все время меняет свою риторику тем не менее лично я его сужу по его действиям и вот потому что за последние три года изменился статус и привел к тому что мы сегодня мы об изменчивости позиции пашиняна принципе говорили президент их амалиев и поэтому он это говорил в контексте у тебя гарантий которые должна предоставить армения относительно отсутствие реваншистских настроений а также фиксации вот всех этих заявлений устных в конкретном документе а именно в мирном договоре в этом отношении вот эта изменчивость пашиняна она создала основу для отсутствия какого-либо доверия между лидерами стран которые как мы видим сейчас вот этими небольшими шагами я бы не сказал бы восстанавливается но строится формируется и я думаю что это очень позитивный шаг однако мы должны пройти еще какой-то путь вот в этом направлении потому что армян азербайджанский процесс очень сильно интернационализирован интересы внешних сил они становятся все более явными противоречия приводит пока еще к дипломатическим искрам к открытым обвинениям россии запада запада россии идет определенная спекуляция до в этом отношении чего стоит например заявление французских политиков и штаб европейских о том что россия придала армян карабаха и так далее то есть видно что вот внешние игроки пользуются той ситуации которая сложилась для реализации своих целей в нашем регионе за счет других внешнеполитический принцип азербайджана сводился к тому что территория азербайджана не может быть пространством противостояния крупных сил и в течение десятилетий азербайджан реализовывал сбалансированную политику и ограничение влияния внешних сил на внутреннюю политику которая проводится с целью корректировки внешней политики вообще-то именно вот потому что нужно было сформировать такую предсказуемую среду я внешних игроков и сформировать понимание что мы не желаем становиться объектом противостояния к сожалению в армении они попадают из крайности крайность первая крайность была союзничество с россией вступление в интеграционный проект российской федерации а сейчас другая крайность это такой западный вектор насколько умело это делается может быть какой-то краткосрочной перспективе армения решает свои вопросы но среднесрочной перспективы перспективы так скажем да выглядят туманными особенно на фоне ужесточения этой борьбы показатели экономические и внешнеполитические приоритеты у армении совершенно различные мы видим повышение торгового оборота с российской федерации а после того как концу года планируется подписание отдельного договора евразийского экономического союза с ираном роль армении увеличится в этом отношении потому что это единственная страна евразийско-экономического союза которые имеют сухопутную границу с армией и наверняка эти облегченные режимы деятельности вот таможенного союза я яс и ирана они будут опробированы в первую очередь по территории армении это приведет к увеличению и транзитных функций армии и непосредственного товарооборота армении с ираном а соответственно и армии с другими странами я ес и в первую очередь российской федерации то есть перспективы углубление расширения экономического взаимодействия армении с российской федерации не очень большие ближайшем будущем и отходить от россии военно-политическом плане и оставаться в экономическом союзе но мы будем наблюдать как это получится руководство армии поэтому вот в этом контексте армении превращается в определенный полигон противостояния и поэтому и тема мирного договора вообще тема нормализации армян-турецких отношений к примеру изменение геополитического баланса в регионе он становится для внешних акторов очень важные и очень такой популярный так скажем темы где они идут на открытое противостояние друг с другом и поэтому оппозиция армении высказана на тех или иных площадках она нуждается в подтверждении не только двустороннем формате но и конкретными действиями чего и ожидает азербайджанская страна парк от зайдет утром в азербайджане ярко яркое солнце запад и другие вот игроки различные начинают интерпретировать азербайджан в той или ином действии которые происходят под давлением внешних сил выпадет ли утром снег или дождь то же самое к чему я веду вот 7 декабря было также объявлено в неочередных выборах президентских в азербайджане которые будут на 13 месяцев раньше чем было запланировано и тут же разные интерпретации пошли что это сделано под давлением том числе соединенных штатов после прибытия сюда у брайана после прибытия сюда нового посла также мы видим и в других вопросах все время пытаются оказывать давление на азербайджан и связаны и с правами армян карабаха и с другими вопросами кроме того вот я считаю я определяю для себя вот каким было 6 лет назад положение в азербайджане во время президентских выборов у нас были оккупированы 20 процентов территории и сейчас когда мы уже превратили совершенно другую страну возглавляющую движение неприсоединения вторую по количеству стран в мире организацию после он и вот что означает вот эти выборы досрочные и вот то что я вам сказал что говорят что это все делается под давлением внешне все чтобы задобрить в неочередным президентским выбором принципе уже очень много сказано очень много версий определено заметьте что сам президент пока что не высказывался по этой теме был только указ относительно этого наверняка конечно есть технически значит контексте у этого дела потому что в конце 2024 начале 2025 в азербайджане должны были быть проведены сразу три избирательных процессов это касается значит парламентских муниципальных и президентских выборов и все понимали что какие-то выборы будут перенесены но почему-то разговоры шли больше о референдуме о парламентских выборах нежели о президентских наряду с этим ситуация в мире и соседних регионах она не улучшается она ухудшается в соединенных штатах америки непредсказуемость итогов выборов все больше становится предметом обсуждением наряду с этим американская сторона очень торопится с мирным договором в россии ожидаются президентские выборы и война в украине приобретает не то чтобы совершенно иной но еще более непредсказуемых характер потому что тема поддержки запада украине объемов поддержки и тогда и поддержка будет в каком объеме какой частоте и так далее потому что о самолетах и в 16 мы слышим сентября и каждый месяц это откладывается неизвестно по каким причинам неподготовленность пилотов и тогда это все эти технические элементы которые можно обсудить с другими экспертами но для меня ясно одно что следующий год будет полон и сюрпризов полон непредсказуемыми или же предсказуемыми но не очень хорошем контексте процессами и выход на 2025 год он должен быть достаточно таким скажем стабильным наряду с этим внутренние динамики это идеологическая часть они директуют свои условия потому что все ожидали 2025 год это решение по российскому миротворческому контингенту эта тема насколько глубоко мы в 2025 году зайдем в теме реинтеграции армян карабаха в азербайджан насколько мы сможем пойти вперед против мирного договора с арменией после 19 20 сентября сформировалась совершенно новая реальность абсолютно и итоги войны 2020 года они стали осязаемыми то есть они начали притворяться в жизнь первый итог это полное распространение суверенитета азербайджана парабахи это закрытие вот этой темы она состоялась для нас азербайджанцы 2020 году ну и нам потребовалось еще три года чтобы это как-то дошло бы до внешних центров сил и сейчас идет этот процесс адаптации к этой реальности представляете вот один из элементов результатов 2020 года всякой четырехдневной войны реализовался через три года следующие элементы это уже мирно готовы это армянно-турецкая нормализация и конечно все внешние силы готовятся к этому в том числе готовится и азербайджанская сторона и для этого с идеологической точки зрения по внутренней политике совершенно новый этап государственности азербайджана это проведение выборов на всей территории азербайджанской республики это получение мандата на реализацию качество новых планов развития азербайджанской государственности формирование новых целей планы которые должны будут хотим и того или нет реализовываться со стороны азербайджана в государственном региональным ну и в определенной степени глобальным плане поэтому азербайджанский народ должен принять участие в этих выборах и показать какой путь демонстрируемые кандидатами президента им нравится потому что совершенно иная ситуация у нас нет мы преодолели эту травму травма оккупации травма вынужденных переселенцев и вот уже с новыми с новым видением будем выбирать новые уходы со страной я вот мы как-то упустили это 29 конференцию участников рамочной конференции по изменению климата можно ли по этому вопросу высказаться также я хотел сказать что вот то что Баку и Ереван договорились как бы приняли совместную совместное заявление администрации президента Азербайджана и аппарат премьер-министра Аммини для многих было очень как бы неожиданно кроме того я думаю что вот этот мирный договор будет все равно многие некоторые силы мировые они будут оказывать давление кто-то будет торопить кто-то будет создавать препятствия торопить могут в связи с тем что допустим некоторые государства хотели бы выглядеть миротворцами в вопросе Украины в вопросе того что происходит сегодня на Ближнем Востоке и поэтому Азербайджан Армения сейчас наиболее вот позитивно развивается и можно использовать этот вопрос в своей интересах если мы допустим там соединенные штаты Америки России или Евросоюз добьются чего-то как бы под их патронажем да кроме того мы сейчас видим что все равно будет на территории Армении усложняться отношения с Россией как минимум вот это вот новое заявление о том что евромиссия увеличивает количество своих значит участников в два раза как вот между не в два раза со ста тридцати восьми до двухсот девяти полтора тоже очень такой интересный элемент в общем что понять общие подходы к этому делу в контексте вашего вопроса да используют в своих целях как сказал мой коллега Фуат Чирагров нужно избавляться от этого колониального синдрома когда внешние силы должны прийти и подсказывать как должны решаться конфликт между вот местным населением и я думаю что тот путь который выбрал в Азербайджан по борьбе с по склониальным синдромом мы должны его продемонстрировать на своем собственном примере в нашем регионе в отношениях с Арменией и в принципе мы его начали демонстрировать вот и этим заявлением также здесь есть два пути Россия продолжение всего этого делать первый путь это продолжать двустороннем формате и просто информировать внешних посредников о результатах ставить их перед фактом решать свои вопросы самим правда у армении на протяжении у этих этих трех лет был такой подход что нам нужны гаранты мы не доверяем азербайджану за закрытыми дверями дверями они будут выворачивать нам руки угрожать и так далее но правительство армении сделала максимум за эти за это время особенно за последний год у них есть формальное союзничество с россией у них членство в дкб у них пошло сотрудничество с европейскими странами вот заявление в гранаде есть где в той или иной форме прямой в косвенной и со стороны соединенных штатов америки есть гарантии армении по основополагающим вызовом который форме формулирует артикулирует руководительство пашинян по территориальной целостности безопасности и так далее вот в этих условиях когда они сформировали свою такую своеобразную архитектуру безопасности они да могут пойти на двусторонние контакты они в принципе уже начали идти у азербайджан совершенно иная ситуация и поэтому вот первый путь он предполагает опять же углубление двустороннего формата и информирование постфактум внешних внешний центр второй путь это опять же продолжение двустороннего формата но с учетом того что если уж процесс интернационализирован то давайте ездить ко всем или в москву и в бруссель и вашингтон здесь понятно двусторонний формат остается но каждый из посредников будет стараться иметь легальную физическую возможность вмешиваться в процесс а мы видели что на протяжении последних трех лет любое посредничество хоть российская хоть американская хоть европейская но негативно в результате впоследствии негативно влияли на исход переговоров вроде бы в начале и в российском посредничестве и в американском и в европейском были какие-то позитивные нотки если вы помните совместные заявления какие-то многообещающие значит пожелания по результатам переговоров что продвинулись конструктивно в российском посредничестве вообще даты были обговорены по реализации например транспортной темы помните первое заявление 11 января когда уже концу марта должно было все решиться даже концу февраля извиняюсь то же самое европейском и американском посредничестве но в результате мы приходили к тому что интересы вот этих крупных государств они вредили процесс и сейчас мы должны выбрать один из этих двух путей пока что вот эти дни которые прошли после скоро будет неделя да по заявлению администрации президента азербайджан и канцелярия премьер-министр армении мы видим что внешние центры они как тут приняли эту реальность и ожидают конкретной реализации вот мы уже видели что азербайджан уже получил до вчера пошла новость что он получил это право проведения саммита то есть армянская сторона реализовала то что обещала сделать ближайшие дни мы ожидаем возвращение арестованного военнослужащих то есть это заявление в окруженной степени исчерпает себя также есть элемент сотрудничества азербайджана с арменией в процессе реализации этого саммита на территории азербайджана наверняка это будет баку и я даже подразумеваю что будет и участие армянской стороны на высшем уровне то есть это ожидается какой-то визит наверняка во время проведения это где-то в ноябре следующего года соответственно мы можем продолжать в том же ключе создавать элементы доверия друг другу хотя бы на военно-политическом уровне для того чтобы выходить на заключение подписание мирного договора и продолжение углубления процесса нормализации между нашими стран это очень важный элемент я думаю что после того как пройдет эта адаптация внешних сил к новым реалиям нужно создавать все все новые и новые до ставить их перед партнер вот в этом отношении я сторонник того чтобы вы отказать не то что отказаться а продалевать период отказывать встреч на внешних площадках парфат я на прошлой неделе просил вас запишем эфир будем подводить итоги этого года говорить что-то о перспективах наслечивая что еще не спеши может еще что-то произойти такое значимое которое еще придется обсудить тем не менее я бы хотел вас попросить вот перспективы на следующий год азербайджан кроме того что он решает вопрос со своим ближним соседом с арменией он активно участвует в процессах которые включают себя вот срединный коридор средний коридор как бы он назовет на прошлой неделе президент азербайджана был с визитом и договариваясь в европе восточной договариваясь о новой как бы линии нефтепровод газопровод хорватия болгария кроме того очень часто вот происходят визиты и мероприятия многосторонние со со странами центральной азии так сказать средней азии которая в советском союзе называлась как вы в этом формате можете характеризовать сотрудничество азербайджана со своими ключевыми партнерами и что можно ожидать ну следующий год будет очень интересно и в контексте армян азербайджанской организации в контексте углубление наших и расширение наших отношений со страной центральной азии то чистота визитов между лидерами значит центральной азии в азербайджан я президент азербайджана в стран центральной азии демонстрирует что вот и вот это даже я бы сказал ручное управление со стороны лидеров всех тех договоренности которые значит стали результатами переговоров я думаю в 2024 году будут не то что прорывные а стабильно развивающиеся отношения со странами центральной азии с турции я думаю что мы начнем вместе строительство железной дороги из нахчевана в карс следующий год очень важен и по темпам увеличения поставок азербайджанского газа в европу об этом сказал президент чтобы дойти 2027 году удвоение значит объемов поставок по сравнению 2021 году поэтому вот все эти элементы они нуждаются в координации деятельности я думаю что при достижении мирного договора с армии актуализируется тема южнокавказской тройки это будет уже новый формат взаимодействия во внешней политике азербайджан мы должны будем формировать ну даже так быть инициаторами начала формирования самых элементарных но единых принципов и целей сосуществования в нашем регионе вот это южнокавказская тройка это будет очень интересный формат взаимодействия я думаю и надеюсь что это случится это были что-то новое для азербайджана наряду с этим я думаю и уверен я даже написал об этом последний пост о том что современные геополитические процессы в мире создают для азербайджана основу что не отказываться от балансированной политики и сбалансированная политика в отношении россии ирана сша европейского союза исламского мира тюркского мира значит китая и так далее она будет реализовываться но вот приоритет в выстраивании взаимоотношений или же формат в котором азербайджан чувствует себя комфортнее это тот формат который создавался азербайджан и это конечно же взаимодействие со странами центральной азии и турции ну плюс еще и грусть и думаю в этом отношении вот этот серединная линия это не только транспортно-логистическая но это и экономическая и политическая и я думаю в перспективе еще и тема безопасности прибавится сюда и в этом отношении не то что идут дискуссии идет уже взаимодействие двусторонним и многосторонних форматах которые должно привести вот какое-то формирование общей концепции до видения пространства безопасности и так далее потому что сейчас ни одна страна не будет примокать тем или иным военно-политическим блоком и таких стран в мире больше чем тех которые уже значит являются членами тех или иных военно-политических или экономических блоков и мы не должны оставаться между как бы между этими блоками выбери выборы между участием или не участием тех или иных блоков а должны формировать собственное с позицию и я называю это группой стран единомышленников и на глобальном уровне и на локальном и мы должны выступать единым фронтом и в процессе реформирования организации объединенных наций в укреплении тех структур которые были между нами создание новых вот и в этом отношении да я думаю что наше лучше всего и комфортнее мы чувствуем себя именно в этом формате спасибо большое фархат единственно что вот я хочу добавить от себя свое мнение давление оказывается на баку было высказано о брайна в смысле в том смысле что азербайджан собирается через территорию ирана реализовать вот этот путь который свяжет материнскую часть можно сказать азербайджаном большую часть азербайджана с навчеваном я тем не менее думаю что это планы тоже могут будут воплощены в жизни кроме того я думаю что через зангизов тоже будет воплощено потому что слишком много мировых акторов которые заинтересованы в этом ну я думаю что там вопрос в выдавливание российских пограничников в плане осуществления контроля за этой дорогой так что когда мы говорим о срединном коридоре то наверное эти два две ветки тоже невозможно обойти стороной да как говорит наш знакомый рауф аганрезаев сколько больше дорог настолько лучше на сегодня конъюнктура сложилась так что приоритете у азербайджана ветка через иран и дальнейшее строительство железной дороги из нахачеванах как а уже от армянской стороны будет зависеть какие реальные шаги она будет предпринимать у себя на территории чтобы убедить азербайджанскую сторону реализовать вот этот эти проекты между нашими странами это будет опять же зависеть от процесса по мирному договору вот действий опять же правительства армении на своей территории еще раз спасибо вам большое извините пожалуйста вопрос просто как бы надо было еще один пазл вложить по моему уважаемые дамы и господа вы смотрели интервью с директором центра исследования южного кавказа экспертом дискуссионного клуба валдая фархадом мамедовым на моем аферском youtube канале современный разговор с россии баба его спасибо за то что досмотрели этот эфир всего вам хорошего парха до новых встреч всего хорошего всего доброго